500 грамм красной икры стоит 50 долларов, а 500 грамм икры селедки или мойвы всего лишь 10. В 5 раз дешевле! Такая же разница в цене между Ладой Ларгус и новеньким BMW. Чем отличается BMW от Лады мы понимаем отлично. А чем отличается икра лосося от икры мойвы? Есть ли реальная разница в качестве или это просто уловки рекламщиков? Сегодня мы узнаем, стоит ли красная икра тех денег, что мы за нее платим. Я расскажу вам все секреты икорного бизнеса. Как выращивают лососей, как добывают и обрабатывают икру, как ее упаковывают и хранят перед продажей. Вы научитесь выбирать качественный продукт и различать подделки. Интересно? Тогда поехали! Лососи Лососи – это удивительная рыба. Они появляются на свет в реках, живут в море, а чтобы оставить потомство, возвращаются в реку. Причем не в первую попавшуюся, а именно в тот водоем, в котором появились на свет. Такое путешествие занимает несколько месяцев. Они много дней плывут против течения, преодолевая все препятствия. Перекаты рыбы переползают на брюхи, иногда выставив всю спину из воды. Водопады штурмует, выпрыгивая на 2-3 метра вверх. Если с первого раза покорить преграду не удалось, лососи пытаются снова и снова, до тех пор, пока не справятся. Это настоящий подвиг во имя жизни. А теперь небольшой тест. Посмотрите на эту рыбу. А теперь на эту. Как думаете, это один и тот же вид? Правильный ответ – да. Когда лосось заходит на нерест, он превращается в другое существо. Буквально. Во-первых, атрофируется пищеварительная система. Многие внутренние органы вообще исчезают. За все время нереста лосось ничего не ест. Он живет только за счет нагуленного жира. Во-вторых, изменяется внешний вид рыбы. Челюсти вытягиваются и загибаются клювом. Отрастают хищные клыки. На спине появляется горб, а чешуя погружается в кожу. Почему так происходит? Ученые не знают точного ответа. Но самое вероятное объяснение – такой странный внешний вид привлекает особей противоположного пола. А конкуренция среди лососей высокая. На нересте самцы устраивают настоящие битвы за право оплодотворить самку. Пока самцы сражаются, самки трудятся. Они роют огромные норы длиной до 2-3 метров и откладывают туда немного икры. Тут же подплывает самец-победитель и выпускает семя, оплодотворяя икринки. После этого самка выметывает остальную икру, перемешивает ее и надежно закапывает. Через полгода из кладки вылупляются мальки. Они живут в реке от 1 до 5 лет, а потом спускаются к морю. Это долгий и опасный путь. Самка откладывает до 5000 икринок, но до моря добирается не более 25 детенышей из каждой кладки. Это 0,05%. А на нерест в родные воды приплывает только 1-2 рыбы из выводка. Остальные 23 погибнут в море или по пути в реку. Такой огромный процент убыли привел к тому, что вид оказался на грани исчезновения. Чтобы повысить шансы лососей на выживание, люди построили лососевые фермы. Так называют места искусственного разведения рыбы. Вы представили себе что-то вроде гигантских бассейнов, в которых живут и размножаются лососи? Ничего подобного. Ферма выглядит вот так. Огромные круги в море – это садки, где обитают взрослые лососи. Оцените масштабы. Рыболовецкие суда рядом с садками кажутся совсем крохотными. Вы уже жалеете бедных рыб, которые живут в неволе? Не спешите. Лососей сытно кормят сардинами, анчоусами и макрелью, лечат от болезней, к тому же в садках нет хищников. Жизнь у рыб очень комфортная, безопасная и скучная. Но когда приходит время нереста, ситуация меняется. По специальным каналам самцы и самки направляются к заводу. Туда их гонит инстинкт, ведь именно в заводских бассейнах лососи появились на свет. Рыба проходит по узким каналам, заплывает в здание и сама запрыгивает в приемные ковши. Лебедка медленно поднимает корзину с рыбой в рабочую зону. Ковш опрокидывается и рыба съезжает в лоток. Рабочие тут же подхватывают лососей и отправляют их в цех. Тут-то и начинается грязная работа. Рыбу разделяют на самцов и самок. У самок сразу же вспарывают брюхо, достают оттуда икру и отправляют ее в огромные лотки. Теперь к лоткам подносят самцов. Даже в таких безумных условиях у лососей срабатывает инстинкт продолжения рода. Самцы оплодотворяют икру прямо в лотках. Да-да, белые струйки, которые вы сейчас видите, это семя лосося. Все, икра готова к дальнейшей обработке. От ушки лососей отправляются на разделку, а потом на прилавки магазинов. Они вполне пригодны в пищу. Жестоко? Да, но таков естественный ход вещей. После нереста все лососи, кроме атлантического, погибают. Изменения, произошедшие в телах, необратимы. У рыб нет пищеварительной системы, почка и печень не выполняют свои функции, иммунная система не работает. Эти лососи обречены и помочь им нельзя. В лотки с оплодотворенной икрой работники добавляют воду и хорошенько все перемешивают. Так они обеспечивают семени максимальный доступ к икринкам. Теперь икру можно отправлять в бассейны, где из нее вылупятся миллионы крохотных мальков. А теперь хорошие новости для тех, кто беспокоился о судьбе атлантического лосося. Это единственный вид, который способен нереститься 4-5 раз за жизнь. Конечно, без необходимости этих долгожителей не убивают. Работники ферм используют гуманный способ отъема икры, после которого рыбу отпускают обратно в садки. Как это делают? Процесс выглядит странно. Работник берет рыбу на руки и тщательно массирует ей живот. Физическое сдавливание заставляет самку выметать всю икру. После этого рыбину отпускают обратно в воду. Точно так же работники собирают семя самцов и оплодотворяют икру. Не уверен, что рыбы получают в процессе хоть какое-то удовольствие, зато остаются живы-здоровы. Похожая процедура ожидает и рыб, которые мечут деликатесную черную икру. Белуга, к примеру, живет около 100 лет. За такой долгий срок рыба нерестится 5-6 раз и производит до миллиона икринок за нерест. А 100 грамм белужьей икры стоит около 100 долларов. Это же курица, несущая золотые яйца. Работники ферм изо всех сил стараются сохранить осетрам жизнь. Перед забором икры живот самки обрабатывают антисептиком, чтобы не занести инфекцию. Затем ей в половое отверстие вставляют стерильный инструмент. Подрезают яичник, аккуратно извлекают всю икру, собирают в контейнеры и там оплодотворяют. Самка после такой процедуры быстро восстанавливается и живет долгие годы. Как видите, собирать икру – нелегкий труд. На крупных фермах объем работ так велик, что для промывания икры нужны специальные роботизированные станки. Такая машина обрабатывает десятки килограмм продукта за раз. Из икры удаляют все органические примеси, которые могут стать источником инфекции. Затем автомат добавляет в лотки семя и аккуратно перемешивает массу для максимального оплодотворения. Работу, на которую человек потратил бы не меньше часа, автоматика выполняет за несколько минут. Теперь вся икра оплодотворена и тщательно очищена. Что дальше? Икринки бережно дезинфицируют и отправляют в бассейны для созревания. В природе на это уходит около полугода. Но в комфортных условиях фермы мальки появятся через пару месяцев. Но погодите. Если всю икру используют для выведения потомства, откуда же тогда берутся консервы? Ответ очень прост. Для выведения мальков используют только часть икры. Все излишки отправляют на переработку, засолку и консервацию. Но посмотрите на эту скользкую массу. Выглядит не очень аппетитно, правда? Как же из нее готовят вкуснейший деликатесный продукт? Начинается все с выемки ястыков. Так называются пленочные мешки, в которых находятся икринки. Согласно санитарным нормам, ястыки должны быть целыми. Доставать оттуда икру нельзя. Почему именно так? Потому что в животе усамки икра стерильно. Бактерии могут попасть в продукт только из окружающей среды. А пленка ястыков препятствует этому процессу. Извлеченные ястыки собирают в сетчатые корзины емкостью от 6 до 8 килограмм. При этом высота слоя не может превышать 6 сантиметров. Если ястыков будет слишком много, нижний слой икринок лопнет от чрезмерного давления. Подготовленные ястыки сортируют на первый и второй сорт, ополаскивают холодной пресной водой и удаляют все посторонние примеси. Слизь, сгустки крови, кусочки пленок. После этого игру охлаждают в концентрированном солевом растворе в течение 3 минут. За это время продукт должен остыть до температуры 1-2 градусов по Цельсию. Охлажденные ястыки укладывают на лотки стекать, а через 10-15 минут отправляют на пробивку. Звучит жутко, но на самом деле процедура очень простая. Работник икорного цеха аккуратно прокалывает ястык, достает икру и очищает ее от пленок. На крупных производствах ястыки обрабатывают грохочением на станках-бутарах. Под воздействием сильной вибрации пленка лопается, икринки отделяются от нее и просеиваются через сито. Теперь продукт можно солить. Но сначала нужно приготовить тузлук, так называют солевой раствор для засолки рыбы. Для этого в 1 кубометр воды добавляют 1,2 килограмма соли, кипятят раствор в течение получаса, фильтруют и охлаждают. Готовый тузлук перед использованием отстаивают от 3 до 10 суток. Солят икру порциями по 20 килограмм. При этом на каждый килограмм продукта используют 4 литра тузлука. Икру погружают в солевой раствор на 15-20 минут, в зависимости от размера и качества икринок. Чтобы определить готовность продукта, работник завода достает икринки и раздавливает их пальцами. Если содержимое не растекается, а держится в виде капли, продукт готов. Еще один тест. Легонько сжать икру в руке. Если она не слипается, все готово. Слив рассол. Работники завода добавляют в икру прокаленное масло и антисептики. Вы разочарованы? Думали, что в дорогущей икре нет посторонней химии? Увы, тут ничего поделать нельзя. Без антисептика икра портится, даже в герметичной упаковке. Растительное масло перед добавлением в икру прокаливают 30 минут при температуре 120 градусов. Затем охлаждают до комнатной и смешивают с глицерином. Конечно, для такого деликатесного продукта используют масло высшего качества. Кунжутовое, ореховое, кукурузное, хлопковое или рафинированное подсолнечное. А вот бобовое или льняное не годятся. Они сделают икру горьковатой. Почти готово. Теперь нужно последний раз проверить продукт. Вдруг от внимательных глаз работников ускользнула какая-то пленочка. Нет? Сортируем икру по качеству. Упаковываем и на прилавок. Кстати, любопытный факт. У красной икры не бывает высшего сорта. Только первый и второй. В баночках с маркировкой «Первый сорт» вы найдете икру одной породы рыбы, одинакового размера и цвета. В ней не будет никаких посторонних примесей. Все икринки упругие, чистые и рассыпчатые. Вкус и запах продукта зависят от вида рыбы. У киты, семги, горбуши, чавычи икра нежная, маслянистая, без постороннего привкуса. А вот у нерки и кижуча чуть горьковатая. Содержание соли в таком продукте от 4 до 6%. В баночке с маркировкой «Второй сорт» закатывают икру разных видов рыб. Она выглядит неоднородной и может содержать кусочки пленки. Икринки вялые, консистенция у продукта вязкая. Наверняка будет посторонний привкус. Слабая кислинка, горечь или острота. Содержание соли до 7%. А вот у черной икры высший сорт есть. Такие баночки упаковывают икру одного вида рыбы и одного засола. Все икринки одинаковые, размером не меньше среднего. Цвет от светло-серого до темно-серого. В зависимости от сорта рыбы возможны коричневатые или желтоватые оттенки. Икра рассыпчатая, выглядит чуть суховатой, не имеет посторонних привкусов или запаха. Черная икра первого сорта тоже принадлежит одному виду рыбы и произведена в один засол. Но выглядит она неоднородной. Размер и цвет икринок отличаются. Консистенция у продукта влажноватая, есть незначительный привкус травы. Второй сорт – это икра от разных рыб, разного размера и цвета, но одного засола. Икринки слепаются, выглядят влажными, на вкус отдают травой, илом или чуть горчат. Но есть икра, на которую вообще не ставят знак качества. Это икра белуги альбиноса. Редчайший продукт, аналогов которому нет и быть не может. Живет эта уникальная рыба в Каспийском море у берегов Ирана. Она уже очень старая и весит около тонны, но продолжает не листиться. Икра у этой белуги не черная, а серебристая, золотисто-жемчужного цвета. Дегустаторы утверждают, что вкус у нее незабываемый. Маслянисто-ореховый с нежными сливочными нотками. И стоит это невероятное лакомство 20 500 долларов за килограмм. За одну маленькую баночку золотой икры придется выложить 2500 долларов. Как вы думаете, из чего сделаны эти баночки? Из стекла? Из горного хрусталя? Нет. Баночки делают. Из чистейшего золота 998-й пробы. Такую тару точно не выбросишь на помойку. Производители не уточняют, сколько икры мечет белуга альбинос во время нереста. Но мы подсчитаем самостоятельно. Вес икры составляет от 20 до 25 процентов веса тела белуги. Поскольку белуга альбинос весит более 900 килограмм за один нерест, она выметывает от 225 до 180 килограммов икры. Следовательно, на продаже этого продукта иранская фирма Iranian Caviar House зарабатывает от 3 до 4 миллионов евро ежегодно. Солидный доход. Несмотря на безумную цену, деликатес распродан на 4 года вперед. В Европе в свободную продажу попадает всего 10 килограмм этого продукта. Из них 2 килограмма закупает один из самых дорогих ресторанов Лондона. Но не каждый миллионер может заказать это уникальное блюдо. Золотую икру подают только самым знаменитым и влиятельным клиентам. Но знаете, что в этой ситуации самое удивительное? Некоторые дегустаторы утверждают, что золотая икра по вкусу ничем не отличается от черной. Если пробовать эти продукты с закрытыми глазами, разницу ощутить невозможно. Интересно, это правда? К сожалению, мы не сможем проверить этот факт лично. Зато мы можем попробовать обычную икру и выяснить, что же в ней такого хорошего. Давайте узнаем, за что мы выкладываем кругленькую сумму. Может, красную икру тоже перехвалили? И на самом деле она ничем не отличается от дешевой частиковой икры? Для сравнения возьмем икру летучей рыбы. Японцы называют ее табико. Это очень популярный продукт, который используют и в бутербродах, и в суши, и в салатах. Соотношение БЖУ у табико отличное. Белков 32,6 грамма. Жиров 16,6 грамма. А углеводов всего два. К тому же в икре летучей рыбы содержится множество полезных микроэлементов. Калий, кремний, йод, фосфор, витамины А, С, Д, витамины группы В. Это настоящий витаминный комплекс. При этом в 100 граммах табико всего 92 килокалории. Идеальный продукт для тех, кто хочет похудеть без вреда для здоровья. А что насчет вкуса? Сама по себе икра летучей рыбы нейтральна. Характерный солоновато-копченый вкус она получает после вымачивания в специальном соусе. Текстура у табико специфическая. Икра очень мелкая, сухая и твердая. Не всем нравится ощущение хруста на зубах. Зато выглядит табико очень эффектно. На прилавках можно найти продукт самых безумных оттенков. Красный, зеленый, черный. То, что нужно для украшения блюда. Возможно, вы будете разочарованы, но на самом деле икра летучей рыбы имеет скучный оранжевый цвет. Богатую палитру оттенков ей придают красители. Для получения черного цвета табико замачивают в чернилах каракатицы. Зеленый цвет дает сок васаби, а красный – насыщенный отвар имбиря. Стоит икра летучей рыбы около 200 рублей за 100 грамм. Отличное соотношение цены и качества. А что насчет красной икры? Белка в ней от 30 до 35 грамм. Жиров от 12 до 15 грамм. А углеводов нет вообще. Удивительный состав. Витаминов там невероятное количество. А, Е, Д, К, практически вся группа В. Кроме того, в красной икре содержатся калий, кальций, магний, фосфор, сера, железо, марганец, селен, цинк, насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, множество незаменимых аминокислот. В 19 веке врачи назначали красную икру ослабленным больным в качестве общеукрепляющего средства. И больные этот продукт с удовольствием ели. Качественная лососевая икра обладает мягким маслянистым вкусом с легкими нотками сладости. Рыбный привкус присутствует, но слабый. Он придает продукту пикантность. И все-таки есть люди, которые не любят красную икру. Почему? Дело в том, что на прилавках можно найти более десятка видов красной икры. Горбуши, киты, нерки, кижуча, семги, форели, кумжи, тайменя, чавычи. И у каждого продукта собственные оттенки вкуса. Икра нерки, к примеру, имеет выраженный рыбный привкус, который не очень нравится отечественным покупателям. В Европе и Америке ситуация другая. Там непривычный привкус считают деликатесным и гурманским, поэтому икра нерки стоит дороже других сортов. Икра кижуча абсолютный чемпион по содержанию полезных веществ, но имеет легкий горьковатый привкус. Кому-то он нравится, кому-то нет. Китовая икра самая жирная, с выраженным сливочным послевкусием. Она буквально тает во рту. Многие считают, что этот сорт обладает идеальным балансом вкусов. Но если вы предпочитаете легкие диетические продукты, китовая икра покажется вам слишком масляной. В общем, если вам не нравится красная икра, попробуйте другой сорт. Выбор на прилавках богатый. Текстура у красной икры просто идеальная. Икринки довольно крупные, до 7 мм в диаметре. Кожица у них тонкая и упругая, лопается при легком сдавливании. Некоторых смущают темные вкрапления и пузырьки в глубине икринок. Эти особенности объясняют неправильным хранением, несоблюдением сроков годности и прочими ужасами. Но на самом деле, темные пятнышки – это всего лишь желток, а пузырьки внутри икры не воздух, а капельки жира. Он придает икринкам плавучесть и тот самый масляный вкус, который нам очень нравится. Итак, каков же вердикт? Красная икра действительно лучше Тобико? Разница в цене вполне оправдана. Хотя, если вы хотите похудеть, красная икра вам не подходит. В 100 граммах лососевой икры содержится целых 260 килокалорий. Как диетический продукт, Тобико все-таки лучше. Черная икра по составу почти не отличается от красной, в ней чуть больше жиров. А вот вкус у этого продукта совсем другой. Качественная черная икра имеет не рыбный, а морской привкус, которым она напоминает послевкусие от водорослей. Самой вкусной считается белужья икра. Она же самая дорогая. За 1 килограмм продукта придется выложить около 8 тысяч долларов. У белужьей икры выраженный ореховый привкус и очень мягкое послевкусие. Калужья икра напоминает белужью, но привкус орехов у нее слабее. У осетровой – едированный привкус водорослей. А стерляжья оставляет на языке вкус моря. Самая жирная черная икра – севрюжья. У нее тонкий масляный вкус без выраженных особенностей. Пожалуй, мы можем согласиться, что черная икра действительно изысканный деликатесный продукт. Но 8 тысяч долларов за ореховый привкус – это же безумие! Откуда берутся такие чудовищные суммы? Дело в том, что черная икра очень редкая. Белуга, к примеру, занесена в Красную книгу, ей присвоен статус «Вид на грани исчезновения». С 2000 года промысел этой рыбы запрещен в России, с 2016 года – во всех прикаспийских странах. Рыбные фермы не могут восполнить дефицит, поэтому цены на черную икру постоянно растут. Будем честными, вкус и польза этого продукта давно не имеют значения. Черная икра стала символом красивой жизни. Люди платят не за бутерброд, а за статус. Есть ли в этом хоть какой-то смысл? По-моему, нет. Лучше купить баночку хорошей красной икры и наслаждаться деликатесным продуктом за вполне разумную цену. Но как не ошибиться с выбором? Тут есть свои секреты. Внимательно изучите упаковку. На хорошей икре обязательно указано, какому виду рыбы она принадлежит. Ките, горбуши, форели. Если на баночке написано, что это икра лосося, производитель что-то недоговаривает. Запомните. Лосось – это не вид рыбы, а собирательное название семейства лососек. Прочтите состав. Видите тамборную кислоту или уротропин? Положите баночку на место. Эти консерванты признаны опасными для здоровья человека. А вот сорбиновая кислота вам не навредит. Это безопасный природный консервант. Стоит ли брать икру без консервантов? Я бы не рискнул. Натуральная икра, законсервированная только солью, начинает портиться через пару дней после изготовления. Но если вы живете поблизости от места вылова осетровых и точно знаете, что икра свежая, почему нет? Никогда не берите икру в железной банке. Там наверняка слишком много воды, а икринки успели слежаться. Выбирайте продукцию в стеклянных банках. Так вы сможете рассмотреть содержимое. Хорошая икра. Полупрозрачная, с одной темной точкой, без мутности. Пленок, посторонних объектов, лопнувших икриных в банке быть не должно. Наклоните банку и посмотрите, как ведет себя икра. Начала стекать по стенкам вниз? В икру точно перелили воды. Хорошая икра держится за дно, как приклеенная, и сползает очень медленно. На крышку банки разве что парочка икринок упадут. Обращайте внимание на даты выработки и упаковки. Между ними должно быть не более шести месяцев. И запомните, хорошую икру производят в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест. Горбуша на западном Сахалине, например, нерестится в июне-июле. Значит, Сахалинский завод никак не может сделать свежую икру горбуши в сентябре. Максимум в начале августа. Если вы не хотите покупать замороженную икру по цене свежей, не поленитесь. Соберите информацию заранее. Выбитые цифры на жестяной заводской банке должны быть выпуклыми. Если вы видите вдавленные, это кустарная подделка. На банке не должно быть вмятин, сколов и, конечно, она не должна быть вздутой. Никогда не покупайте икру, которая хранится не в холодильнике, а на обычных полках. Там полно консервантов. Если икра стоит в открытом холодильнике, температура в нем не может подниматься выше минус 5 градусов. Если вы чувствуете, что холодильник не морозит, откажитесь от покупки. Продукт уже начал портиться. И последнее. Берите только банки с маркировкой ГОСТ. Вы наверняка об этом знаете. Но на всякий случай я напомню.